Всем привет! И наконец-то вы снова на канале прогулки с Олёной. Сегодня мы топаем по селу Староживотинное. Есть у нас одна маленькая цель. Мы ищем родник. Родник старинный, 17 века. И мы ни разу не видели его. Он как-то очень хорошо спрятался. Здесь очень замечательные названия улиц. Грибная, песчаная. Какие еще улицы ты знаешь? Сиреневая. Дорогие друзья, родник облагородили недавно. Точно я читала в интернете, что выделили средства. И должен быть домик. Потому что раньше этот родник был заброшен много-много лет. Все оказалось намного проще, чем мы думали. Я уже поняла, мы и приближаемся. Вот он, секретная дырушка. Представляете? Сначала появился родник. Потом уже появилось в 16 веке село. Водная из родника была, считалась целебной. Возможно, и сейчас она тоже целебная. По крайней мере, серебро там точно есть. Знаете, как писать? Кто бывает староживотином или живет, выкладывайте побольше видео. Потому что хочется больше знать о родном крае, о интересных местах. Шли, шли по какому-то кустам и туда, оказывается, спать. На ворот, зубица песчаная. Кучей называется кипучей. Потому что на дне раньше вода как будто кипела. Потому что очень сильно булькала. Как будто кипение. Знаете, как красота. Может, правда кипел? Горячий источник. Как водичка, Аня? Водичка с привкусом серого народа немножечко. Но я верю в ее живительную силу. Для памяти, если кто-то забудет, что это не купель, а источник. Купель слева. Посмотрим. Ой, открыто. Окошек нет? Не искупаться нам. Ален, куда идем? Сейчас мы вам покажем нижний пруд. Староживотином два пруда, верхний и нижний. Верхний мы вам показывали уже в одном видео. Нашим старым. Там мы показывали вам пруд, усадьбу. Когда ее еще, заметьте, не сравняли с землей. А сейчас мы идем к нижнему пруду. Мы еще вам его не показывали. Не сдержала я свое обещание. Мы как-то шли-шли и случайно вышли к верхнему пруду. Как раз к тому пруду, где еще, возможно, купались господа Веневитиньевы. А может быть, даже и Альденбургский. Вот там, где сейчас непролазные кусты и деревья, там находилась усадьба. Вот церковь. Она сохранена. Церковь Иоанна Предтечи. А там дальше мы сейчас вам покажем пруд. Кто хочет увидеть усадьбу еще живой, смотрите, вот сюда. Там более подробная история этих мест. Сейчас посмотрим поближе бережок. Зимой мы отсюда скатываемся на тюбинге. Летом здесь устраиваем фотосессии шикарные. Показываю... Ой, лучше я вам не буду показывать это. Ладно, показываю. Прекрасное зеленое озеро. Здесь с красными водорослями, а это с зелеными. Место для купания не очень, а для отдыха отличное местечко. Мы идем вдоль ручья, который как раз вытекает из верхнего пруда. Вот здесь вот в зарослях. И идем, держим путь к нижнему пруду. Ну, это мы свернулись с дорожки, на ручей зашли. Вон альпийская беседочка, люди сидят. Мы в этом году заметили это строение. Хозяева, привет. Классный домик у вас. Самый классный, конечно, в нем это вид, который открывается на великолепное озеро. Как называется пруд? Нижний пруд. Кстати, дождик начинается. Смотрите, за моей рукой. Вот оттуда из этих кустов водичка стекает с верхнего пруда. И вот так вот, вот так вот, вот так вот, сюда в нижний втекает. Ну, наверняка ее еще подпитывает этот пруд родники. Потому что не может же такой маленький ручей питать пруд. Ездит и ездит. Когда-нибудь наша мечта тоже осуществляется. И мне Аленушка наше 60-летие подарит квадрик. Да, Лен? Да. А летом мы здесь фоткались очень красиво. Вот там коряги. Вот эти коряги были все наполовину на суше. Я вам сейчас покажу эту фотку. Маленький пляжик, где, видимо, летом мы будем купаться. В это лето 2020 года. А где вы купаетесь в это лето? Смотрите, пляжик показываю. Неплохой подход. Подвалили здесь песочкой добрые люди. Здесь начинается, собственно говоря, вход в наш замечательный сафари-парк староживотильный. Немножко должны по нему пройти. Отсюда есть разные дороги. К реке Воронеж мы освоили две. Одна 8 километров, одна 5 километров. По какой пойдем? Здесь еще есть один домик, который мне очень нравится. Каждый раз мы проходим. Совсем недавно его построили. С высоты этого дома открывается удивительный вид, конечно, на вот эту низину. Привет, жильцам. Овечек опять выводят. Вот это место для выпаса овечек. А, овечки. Мы уже не успеем. Побежали за овечками. Побежали за овечками. Бежали за овечками. Ну и напоследок, дорогие друзья, мы припасли вам самый красивый вид. Это вид сверху на это озеро. Он реально очень красивый. У нас появился спутник. Показываю его. Как красиво. Правда, потемнело, дождик начался, тучки. Было бы еще красивее, если бы не было так темно. Лягушки. Нашли собаку. Он привязался к нам чистый, красивый. В руки лижет. Ты кто? Как тебя зовут? Ну что, дорогие друзья, в этом месте мы с вами попрощаемся. Будет еще много репортажей про нашу область, про наш край. Потому что вы все знаете почему. Пока что только про него. Подписывайтесь на канал. Ставьте. Всем пока. Мы не знали, где тропинка, но собака побежала вперед и указала нам путь. Может он нас приведет к сундуку с золотом? Джунгли и зовут. Это настоящий парк кур. Парк кур. Буль-буль. Карасик. Это свои красоты, дорогие. Попробуйте выговорить. Кто считает себя господинами, напишите. Господинами. А теперь точно до свидания. Не забудьте.